Привет, друзья! Меня зовут Чабло Артём и вы в моей студии Plastic Body. Сегодняшнее видео хочу рассказать для начинающих молодых массажистов. Это тема антицеллюлитного массажа. Очень многим людям это очень интересно. Я же расскажу как правильно делать антицеллюлитный массаж и какие же ошибки делают молодые специалисты начинающие ребята когда они выполняют антицеллюлитный массаж и при этом или нету результатов или какие-то неприятные ощущения и так далее. Ну первое что я с чего начну это в первую очередь о том что начинающие специалисты сразу хотят показать какие сильные какие сейчас возьмут все быстро так сильно. этого не стоит делать потому что зачастую девочки жалуются на то что у них проявляются синяки о том что очень болезненно о том что некомфортно и девочки понятное дело хотят ходить на массаж удобно комфортно чтобы это было и эффективно приятно и не больно поэтому вы должны это учитывать это очень важно потому что нужно подобрать правильную нагрузку вот и нужно понятное дело делать это все постепенно последовательно увеличивать нагрузку с каждым последующим сеансом вот тогда будет эффективность следующая ошибка конечно же еще немаловажно зависит от клиентов почему потому что для того чтобы получать классные результаты от антицелитного массажа понятное дело это важно систематичность некоторые массажисты рекомендуют ходить на антицелитный массаж каждый день это неправильно я считаю что каждое тело должно наполняться восстанавливаться должно регенерироваться и для этого я все-таки рекомендую антицелитный массаж посещать через день это намного эффективнее очень классно совмещать со спортом и тогда действительно это будет классно и эффективно результативно и благоприятно для восприятия клиента для того чтобы это было результативно следующий следующая большая ошибка это то что клиенты не придерживаются водяного баланса то есть не пьют воду потому что все равно все наши транспортные действия происходят за счет воды поэтому очень важно это пить воду тоже немаловажно еще большая ошибка это то что клиенты приходят на массаж и массажист недостаточно разогревают то есть перед тем как начинает работать достаточно интенсивно то нужно сначала разогреть ткани до для того чтобы это было не травматично нужно сначала дать хороший приток крови ногам до тканям кожи и тогда уже начинает работать в интенсивную следующий момент какой это лень массажистов некоторые массажисты начинают придумывать всевозможные какие-то способы для того чтобы не так интенсивно работать для того чтобы найти какие-то приспособления чтобы вяло уныло для по чем-то по попе да и при этом как бы ну утверждать клиенту что вот будет результат это уже я буду ляпать поэтому тоже очень важно не лениться очень важно работать трудиться чтобы вы увидели что ваш клиент действительно ощущает работу над проблемными зонами участками тела с которыми вы работаете следующий вариант это очень важно прислушиваться клиенту для того чтобы правильно подобрать нагрузку нужно прислушиваться клиенту если клиент говорит о том что здесь больно здесь некомфортно здесь неприятно не нужно и потерпи следующий раз будет легче нет не стоит этого делать уважайте ощущения ваших клиентов и тогда действительно это будет и приятно клиенту и комфортно ну и соответственно никуда результат не уйдет по любому он будет единственное просто возможно этому человеку нужно длиться в режим в ритм немножко дольше чем может быть следующему либо другому клиенту который у вас приходит или уже был поэтому любите своих клиентов делайте им комфортный массаж первую очередь эффективный качественный массаж и тогда у вас действительно будет классные результаты вас клиенты будут любить будут к вам ходить вас рекомендовать и тогда все у вас получится поэтому поставьте лайк этому видео если вам понравилась моя информация не забудьте написать комментарий подписаться на мой канал и до встречи в следующем видео пока пока